Познакомиться с живописью участников международного пленэрно-выставочного проекта «Русская Атлантида», который называют примером успешного сотрудничества церкви и общества на ниве художественного просвещения. В эти дни могут сотрудники Национальной академии наук Республики Беларусь, а также все минчане и гости белорусской столицы. В академической галерее второй этаж по адресу улица Сурганова 1, корпус 2, проходит выставка пейзажей памяти, на открытие которой пришли организаторы и белорусские участники международного проекта, а также воспитанники художественных школ Минска. Выставка пейзажей памяти международного движения «Русская Атлантида» открылась в эти ноябрьские дни на первый взгляд в необычном пространстве в галерее Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси. Но если принять во внимание тот факт, что нынешним летом впервые за 11 лет истории проекта его пленэр состоялся на белорусской земле, в городе Глубоком, а в следующем году творческий десант участников движения «Русская Атлантида» примет обитель преподобной Фросини Полоцкой. Погружение в белорусскую культуру для организаторов проекта выглядит вполне естественно. Основатель движения «Русская Атлантида» заслуженный работник культуры России Виталий Васильев акцентировал внимание публики на примечательный факт. Автором картины, которая стала символом проекта «Русская Атлантида» «Вечер на Волге» Калязин является художник родом из белорусской Орши Александр Изофатов. Эта картина символизирует суть нашего проекта. Мне очень часто говорят, ну что такое Атлантида? Причем тут Атлантида? Ну, объясняю. Художники приезжают к нам из 28 странностей. И рассказать им, что такое город Китиш или даже город Калязин, ну, запутать окончательно, им это непонятно. Поэтому слово «Русская Атлантида» вот как-то так работает более-менее внятно. Но самое главное, что это действительно Атлантида. 12 городов только на Верхней Волге пострадали. Молга вообще полностью весь город ушел под воду, когда строили по плану горло. Местные власти пригласили художников Калязин в 2017 году с целью привлечь внимание российской общественности к проблеме. Знаменитая колокольня постепенно разрушалась. Сообщество художников внесло огромную лепту в дело спасения символа города и всего региона. В то же самое время один из жителей Калязина провез художников по обителям Тверской области. Именно монастыри стали опорными точками для проведения большого количества последующих планеров. Монастырь – это самый продуктивный партнер, который предоставляет вам бесплатное проживание, бесплатное питание, культурную программу и самое главное – богатую духовную основу, начинку, богатое разнообразие тематических образов, которые потом художника наполняет, насыщает и превращает в человека мыслящего. После выступления организаторов выставки в галерее «Второй этаж» состоялась первая экскурсия и знакомство с белорусскими участниками проекта. В этом году я впервые попала в Шурской атлантеды в Сталицу. Меня эти места очень сильно поразили. Там очень ландшафт красивый и очень древние монастыри. И вот, например, какой-то храм-часовня, там только предположительно знают, когда она была создана. И вот побыть в таких местах, пожить, почувствовать, порисовать – это большая возможность. И для художника это огромный запас, наверное, даже не на один год. Интерес к проведению выставки проекта «Русская атлантида» проявили художественные школы Минска. Для них организаторы провели экскурсию с элементами мастер-класса. Здесь очень много храмов, монастырей. Мне эта выставка очень понравилась оригинальностью, красочностью, идеями, архитектурой, живостью природы. Живопись одухотворенная, очень светлая, красочная. Прям вот такой какой-то божий свет исходит от всех работ. Мы приятно очень удивлены. И спасибо вам большое. Познакомились со многими авторами. Я думаю, эта выставка очень полезна как нашим детям, так и педагогам. Такому отклику, конечно, рады и устроители выставки, как и раскрытию своего рода технологий организации таких масштабных планеров. Я понимаю, Россия огромная страна, и там есть много мест, которые просто просятся на полотна. Но в основе все-таки лежит очень важное движение. Художники, которые делают действительно уникальные, зрелые произведения. И отношение к этому богатству каково. Вот, наверное, этот опыт для нас очень интересен. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Минск. Беларусь.